Кальций Д3 Некомед. Турбота про свою красу уже зараз. Херсон был оккупирован российскими войсками в первые же дни полномасштабного вторжения. Пропагандисты, чиновники и лично Владимир Путин заявляли, что теперь Херсон с России навсегда. А 30 сентября даже провели присоединение оккупованных территорий к России, организовав по этому поводу помпезное шоу. Но прошло всего более месяца, как уже министру обороны Шойгу и командующему оккупационной группировкой российских войск Суровикину пришлось разыгрывать перед камерами стыдливую сценку о необходимости ухода с правого берега Днепра. Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук. И сегодня обсудим, какие последствия для России будет иметь бегство из Херсона. А мои собеседники – политолог Николай Довыдюк, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и основатель фонда «Закроем небо Украины» генерал Игорь Романенко. А начнем с обсуждения того, как отступление из Херсона скажется на российской армии и лично на Путине. Как отступление с правого берега Днепра скажется на моральном состоянии армии России? Безусловно, угнетающе, как, наверное, любое поражение. Хотя понятно, что российская пропаганда подает это несколько иначе. То есть чуть ли не это кутузовские маневры, как Кутузов сдал Москву, а потом, так сказать, освободили и погнали дальше французов. Так и здесь попытки подачи такое, но это все белыми нитками. Ну и пока не успех, то есть не добились серьезных результатов. Донецкая оперативная зона, где Путин давно уже ставил задачу захватить Донецкую область в границах. Несколько раз переносились сроки, которые срывались, не выполнялись. И наши там ведут тяжелые, кровопролитные, упорные бои в районе Бахмута, Абдеевки, Солидара. И поэтому все это сказывается. Информация так или иначе идет. Восприятие еще особенно людей, которые не очень были подготовлены к ведению боевых действий, имеется в виду частично, которые мобилизованы якобы. Все это накапливается одно на другое. Работает солдатский телефон о информации, только усугубляет ситуацию. Можно в интернете по видео наблюдать, какие возникают конфликты между солдатами и младшими командирами. На этот счет неудовлетворенность. Все это проявляется. Нельзя сказать, что этим охвачена вся армия. Но есть прецеденты серьезного порядка. И я думаю, со временем, с воздействием на противника со стороны силы воронной Украине, эта ситуация будет только усугубляться. Почему в момент унизительного бегства российской армии из Херсона Путин фактически исчез? А ему нечего сказать. Он сдал последний бастион, которым так гордился и который он так тяжело получал. Сегодня, получив это, он реально начал сдуваться. И мне кажется, что, конечно же, он будет поднимать ставку, нападение на Польшу, угрозы ядерным оружием, шантаж ядерным взрывом на нашей станции. Но это демонстрация слабости и бессилия. Никто не хочет от его тупота ногами сдаваться и говорить, все, забирайте Украину. Наоборот, весь мир говорит, мы Украину поддержим. Сколько надо оружия, столько дадим. Германия начинает менять свою стратегию поведения и ценности с Россией. Боррель собирался вещание. Штаты говорят, что будут Украине еще больше помогать. После отступления россиян с правого берега, для кого ситуация на фронте складывается более благоприятно? Если украинская армия завершила успешно контрнаступательные действия на Херсонском направлении, поэтому на текущий момент, конечно, это победа оперативного уровня, такого уровня, как была достигнута на Харьковском направлении. Поэтому это имеет место. Вопрос в том, это отражает ситуацию, что наши силы обороны удерживают стратегическую инициативу. И я думаю, генеральный штаб продолжает со своим опытом девятимесячным, который профессионализм, который показали, проявили мотивации. Они отслеживают эту ситуацию и вырабатывают соответствующие, принимают решения на подготовку, на перегруппировку, на обеспечение. И тут важно, какая сторона в условиях, приближающейся с земли, с зимы, более быстро и качественно произведет эти действия по подготовке и нанесению выбранных главных направлений нанесения ударов. Пока это удавалось логистически обеспечить и подготовить, провести удары, в последнее время лучше у украинской стороны. Я думаю, что эти возможности будут наращиваться. Почему уход российских войск из Херсона подрывает власть Путина? С точки зрения широкой аудитории России, Путин выглядит лузером, который завоевал один областной центр за 8 месяцев, почти год. Если мы сейчас в зиму ходим, то это год практически. И больше ничего он взять не смог. И тут он беспощадно оттуда отступает, как ведет отрицательное наступление, и все задаются вопросом простым, а тот ли этот Путин, которого мы хотели. Вот Си Цзиньпин, он правильный Путин, всех поставил, порядок навел, деньги дает. А Путин, он неправильный. То есть вот он обещал войну выиграть, он ее проигрывает. Обещал денег поднять, он не поднял. Обещал Россию сшить, а тут все разбежались. Вот, и мне кажется, у людей начались большие вопросы, тут же как получается, что он огласил референдум, сказал, что присоединяем ядерным оружием Конституции, будем защищать, а ничего не происходит. Получается, Украина пришла, наплевала на Конституцию российскую, вытерла ноги сначала в Конституцию, потом в Путина. Говорят, будет ядерная угроза. Украинцы говорят, все равно. Ну, пошли и захватили Херсон, вернули свою территорию. Дальше пошли возвращать территорию на левый берег. Ну, во-первых, это деморализация. То есть потеря большой территории. Причем декларирование этой потери не по факту, как в Харьковском направлении, а анонсируя, как уход, уже после аннексии, после юридического закрепления этой территории как составной части Российской Федерации, неиспользование в этой ситуации военной доктрины Российской Федерации, то есть ядерное оружие. И подвешивание этой истории создает определенные риски для российского режима Путина как такового. Для армии это значит, что это не армия победы и завоевания, а армия отступления. Причем постоянного отступления. Каких-то маломальских успехов, битв, которые русская армия может себе поставить в заслугу, как победа, за которую можно получать ордена и медали, их нет. Это первое. Второе, это то, что сама граница Российской Федерации, как нечто незыблемое, как некая миф о империи, граница которой на замке, оказались в ситуации очень зыбкой, даже не мембраны, а некой аморфной составляющей. И даже люди из так называемого патриотического лагеря в России задают вопрос, а не пройдет ли потом граница Российской империи, новой Российской империи, где-нибудь под Москвой. Если граница здесь так движется, то, соответственно, это же может двигаться в любое направление. Потому что нет этой стабильности в фиксировании, где же Россия заканчивается. И в этом, да, это огромный риск. Это вызывает не просто нервозность, а определенное ощущение постоянной опасности у обывателя. Уже было давно понятно, что российские войска с правого берега нужно выводить. Почему же тогда Путин так торопился объявить аннексию оккупированных территорий? Это не стратегическое мышление абсолютно. Это попытка закрыть одну дыру другой. Еще больше. Потому что аннексия привела не к новой геополитической реальности, потому что продавать Западу или миру в целом. Приехать на G20 и сказать, что вот я аннексировал, я контролирую, вот примите это как данность. Наоборот, она привела к тому, что сейчас русские имеют с этим проблемы. С легитимностью, с деморализированной армией, с угрозами внутренних процессов дезинтеграции в обществе, в подрыве боеспособности, в том, что мобилизация дает сбои, о том, что приходится африканцев призывать, заключенных африканцев, которые находятся в тюрьмах России, и призывать в российскую армию. То есть доходят до такого смешного, смешных вещей. И вот сейчас Россия в ловушке, и выхода с этой ловушки нет, поэтому Песков как бы с грустным лицом рассказывает, что Херсон остается столицей Херсонской области, части Российской Федерации. А им просто нечего больше сказать. Хотя он говорит оговорочку, которая тоже является очень симптоматичной. На данное время других решений нет. Вот это очень важно. А других решений быть не может, потому что конституционный процесс у них прошел. И сейчас принимает решение об исключении некой части из состава России, но это еще большая глупость, большее поражение, чем наоборот аннексия. Поэтому они в ловушке. На наших глазах происходит разрушение ореола величия Владимира Путина. В демократических государствах потери популярности политикам вещь довольно заурядная. Иногда это идет даже на пользу таким политикам. Но какие последствия для России будет иметь падение Владимира Путина? Почему россияне разочаровываются в Путине? Путин всегда был моментом гордости. Вот вам Олимпиада, вот вам чемпионат мира, вот мы там Газпромом кого-то шантажируем, а тут мы на Грузию напали. А тут он нападает на Украину и сплошной позор. Он постоянно обделывается здесь. И, конечно, у них это не вызывает ни элемента гордости, ни некого величия, которое было, например, при Ельцине или даже в Советском Союзе. А Путин показывает постоянно лудерство и проигрыши. Ну и, конечно, им не хочется ассоциироваться с таким государством. Даже до войны уже, когда войной пахло, много русских не говорили, что они россияне. В Европе, в Египте, в Дубае. Ну так молчали, паспорта прятали. Что было очень примечательно, они свои паспорта начали в чехлы одевать. Соответственно, они не хотят показывать, что они россияне. И вот это как раз-таки момент того, что Путин начал быть такой... Я даже не сказал, что чемоданом без ручки. Уже даже не чемоданом даже. Вот, а просто таким комком, который несут, но уже явно удовольствия он давно не приносит. Я думаю, что это будет исключительно нарастать, и это может приводить либо к протесту элит внутри, ну там, быстрому убийству, например, и перевороту, либо действительно к бунтам, но не таким, как мы привыкли в демократических государствах, когда вышли люди, революция. Нет. Вот такие бунт будет беспощадный и быстрый, будут колоть и резать. Почва может быть разной. От протеста дальнобойщиков, заканчивая матерями Дагестана, которые придут освобождать своих сыновей. Ну, снова же, и не исключаем солдат. Мы видим, что нарастает. Вот это тоже очень сильный фактор. Солдаты, которые пошли на войну, увидели, что их там ободрали, обокрали, и просто отпускают на смерть. Вот такие тоже могут стать компонентом, который приведет к перевороту. Вот, условно, свои матросы времен начала Советского Союза в России возможны. Потому что они видят, что над ними поиздевались, их неуважительно бросили на смерть. Ну и, соответственно, часть из них может прийти. Несмотря на то, что Путин и Шойгу объявили об окончании так называемой частичной мобилизации, эксперты единодушны в том, что она все равно продолжится. Как сложившаяся ситуация скажется на мобилизации? Мобилизация будет продолжаться. То есть есть мобилизация частичная, а есть призыв срочной службы. Это два процесса как бы параллельных, но они направлены на одно, чтобы доукомплектовать и пополнить личным составом части, которые несут серьезные потери с российской стороны. И эта работа ими будет продолжаться дальше, несмотря на то, что уже провозгласили, что в этом месяце закончилось, даже в октябре месяце, по-моему, закончили действия, связанные с этой частичной мобилизацией. На самом деле она продолжается и будет продолжаться дальше до тех пор, пока это им будет необходимо Путину или пока не произойдут серьезные социальные потрясения в стране, когда перерастет количество недовольства в качественные смуту, которая в таких случаях бывала по Российской Федерации. Но еще государство и армия такого состояния не должна пока в пути находятся. Скорее всего, они вернутся к практике загонов людей, там устраивать будут какие-то облавы. В Москве даже это было, когда на некоторых станциях метро просто хватали каждого второго или всех выходящих из метро метрополитена. И это принудительная мобилизация сотрудников завода, предприятий, учреждений и тому подобных вещей. То есть это уже есть, и с этим русские уже столкнулись. Я думаю, что дальше это будет просто принимать какие-то астрономические масштабы, и ролик записанный каким-то хипстером о том, что его случайно мобилизировали, и потом его отпускают под камеру, что вот мы исправили, что мы всех студентов снова отправили учиться с передовой, как это заявляет Путин. Это все будет фельдкина грамота, потому что никого с передовой учиться не будет, наоборот, будут забирать все больше и больше. И срочники снова пойдут служить и пойдут на фронт, именно на передовую, на ноль. Ну и, соответственно, это будет новая нагрузка не на бюджет, это будет в каждый дом, в каждую квартиру. Если война была раньше в телевизоре, сейчас она у соседа, а потом она будет у каждого дома. Это тоже очень важно, потому что следующим фактом Российской Федерации проходило подобный сценарий. В 1905-м, в 1914-м, когда мобилизация провоцирует бунты. Я не верю в Россию, в революцию. Я не верю в дворцовые перевороты. Хотя дворцовые перевороты более возможны, чем революция. Но я верю, абсолютно верю в бунты и погром. Бессмысленные, беспощанные, как говорили классики. То есть то, что будет в России, это будут бунты и погромы. И вот как раз продолжение мобилизации в такой способ, в такой метод, он и будет провоцировать эти самые бунты. Какие признаки ослабления путинской власти и потери управления системой? То, что сегодня в топ-элит повар и головорез. Это говорит о том, что все адекваты отошли в сторону. Они говорят, не-не-не, мы с этим уже ассоциироваться не хотим. Маргиналы начинают захватывать власть в России. Путин, он же как бы внутри маргинал, но всегда пытался играть такого уважительного политика. Там наши партнеры, говорил, в Европе будем договариваться. А на самом деле внутри он маргинал. И вот он сейчас начал притягивать таких, как он сам внутри. Пригожин, Кадыров – это четкий внутренний Путин. Вот внутренний Путин. Внешне он в пиджаке, он такой лощеный, часы дорогие носит, туфли чистит. А на самом деле он убийцей гопник внутри. Вот сейчас такие маргиналы начали занимать первые места. Это уже было видно два года до войны, когда охранники начали вставать губернаторами. Вот это уже было видно, что больше и больше маргиналов. Сейчас это просто пик маргинализации российского государства, когда они просто заходят во власть вовсю. А это говорит о слабости. Если маргиналы приходят в власть и захватывают ее, это говорит, что государство рушится. И это как раз таки ярко этому демонстрацию. Ну плюс сбои поставок на фронт, проблемы с цепочками поставок по всей России. Ну и самое главное то, что большинство населения убегает. Люди бежат с России. Они не верят, что там возможна жизнь. Россия сегодня для многих своих граждан означает тупую, примитивную смерть на поле боя. Все. И вот этот мем, который ходит сегодня в интернете, где президент Украины курточка 200 долларов, президент России 23 тысячи долларов. И снизу вторая фотография, что как одет украинский солдат экипирован, и как одет солдат России, ободранный в порванном амбундировании времен Второй мировой войны. Украинский боец уже равняется на НАТО. Вот в этом разница. И вот это люди видят, чувствуют. Конечно, они бежат. Бежат в страны Балтии. Сейчас там у них будет еще культурный шок. Они увидят, как те живут. Потом поедут в Германию. Еще второй будет культурный шок. Поэтому на самом деле большое перемещение народов, которое началось в России, оно тоже будет катализировать очень большие протестные революционные настроения. Кто может в России воспользоваться ослаблением центральной власти? Путин специально не просто так замазывал и запачкал всех в кровь. И Собянина, и Мишустина. Вот всех, кто мог занять его местом, сразу их кровь всех. Кровь побыстрее. Я думаю, что кто-то из них, кто-то из неклассических политиков, даже смешные варианты, типа Галкина, я не знаю, еще любого телевизионного персонажа, которого 100% узнаваемость. Алла Пугачева может, кстати. Тоже не худший сценарий для России после Путина. То есть понятно, что должен быть человек с неплохим чувством юмора по одной простой причине. Они все молились на Украину и увидели нашего молодого президента, который был как раз в этой сфере. А второе, после Сталина должен быть Хрущев. Соответственно, им нужно показать Кузькину мать. И ни один классический политик ее так не покажет. Поэтому не исключаю, эта семья и Галкина, и Пугачева, они могут точно так же разыгрывать Россию. Но я думаю, что будут еще много кандидатов, в том числе с олигархата, в том числе с лондонской тусовки, которые там сидят и круто едают. Вот и у британцев проблемы с ее поставкой, потому что они так много едят и пьют водки. Но я думаю, что частично и будут еще как раз окружения Путина, которые прятались за спиной. И вот эти истории и про сына Патрушева, и эти истории там про многих других, и про самого Патрушева, они тоже будут реалистичны. Конечно же, внутри тусовки Путина есть человек, который уже давно работает с Западом. Я больше вам скажу, он не один. Он явно не один. Там минимум 3-4 в первом рукопожатии человека, которые сливают с Западу информацию, которые дают им инсайды, которые дают реальную информацию, чем и где занят Путин. Вот, поэтому там точно есть, кому его замещать. И я думаю, что уже это ралли, побег, кто займет его место, уже давно началось. Насчет Кадырова и Пригожина 100% зачистят. Причем, вам скажу честно, свои зачистят. Свои зачистят. Они уже готовят это, потому что то, что начал Пригожин заявлять, что нужны сталинские репрессии, направленные в свою сторону. Кадыров делал похожие заявления. Соответственно, очень легко возможен сценарий того, что их зачистят очень быстро. А потом, когда ты уже этих защищаешь, так а что уже последний шаг, самый главный не сделать, не зачистить самого Путина. Поэтому, на самом деле, они могут стать проводниками зачистки Путина. Начнут с них, закончат ним. Первое расхождение – это то, что власть пытается перехватить некие силовики или военные. Но поскольку кольцо всевластия – оно одно, и никто с ним делиться не будет, то любой коллективный Путин будет казаться ненастоящим. Соответственно, какая-то из башен Кремля вцепится в горло другой башни, и оно будет сыпаться дальше. А закончатся это обычные стрелковщины, которые будут контролировать какие-нибудь микрорайоны Москвы. И, соответственно, распад России будет происходить не по федеральным составляющим, а по тем территориям, которые физически могут контролировать та или иная группировка. Или криминальная, или корпорация, например. И определенные условия для подобного сценария есть, если мы посмотрим на количество частных военных компаний, охранных фирм, созданных на протяжении последнего полгода в России. То есть в основном это частные военные компании, которые формируются около губернаторов, или около местных олигархов, или около корпораций, контролирующих ту или иную территорию. Роснефть, Газпром, какой-нибудь Росалмаз, Росрыба. И они вооружаются, они набирают фронтовиков, они покупают оружие, они пытаются создать некую военную базу техническую. И это как раз будущее, потому что как раз эти группировки будут контролировать ту или иную территорию, и там будут вокруг них будут и в будущем формироваться новые независимые государства. Поэтому распад может быть не на 86 составляющих, а на 186. А потом в каком-то этапе это будет или там пересоберется некие новые государства, или Китай где-то повлияет на эту пересборку. Вторая вилка это болото, то есть Россия вышла из Москвы на болоте, и в болото оно туда же возвращается, то есть происходит постепенное отмирание функций государства. Государство перестает гарантировать безопасность, социальные выплаты, бюджетное сигналование, и власти, и государство в России становится все меньше и меньше. А вакуум заполняет те, кто сможет самоорганизоваться. Поскольку гражданского общества в России нет, то гражданской самоорганизации, где возможно какое-то демократическое пространство, быть тоже не может. Да, там будут какие-то самобытные образования, какие-нибудь староверы провозгласят свою какую-то вольницу, но это будет единичное случай, небольшие микрообщины. А реальная самоорганизация будет у военных и у криминалов, которые быстро срастутся между собой. И это будет уже не контроль территории, а это будет настоящая глубинная гражданская война всех со всеми. Итак, делаем выводы. Несмотря на то, что бегство российской армии с правого берега Днепра выглядит как исключительно военное поражение, оно будет иметь глубочайшие политические и социальные последствия в России. Путин, совершая одну ошибку за другой и будучи не способный выполнять свои обещания, с одной стороны настраивает людей против себя, а с другой стороны демонстрирует элитам свою слабость. Он уже не вожак стаи, и они готовятся к броску, чтобы его разорвать, а заодно и страну. С вами был Константин Игначук. Всего доброго.